Всем привет, с вами Андрей, мы продолжаем прохождение гладиатора. У нас 18 уровня, остановились мы в пещерах. Собственно, по зачарованием у нас, собственно, у нас кавни гильдии воров, стоит зуб мимика, анхи у нас загрыженные, отлично, и стоит кнут, так, хорошо, по еде у нас еда отсутствует, пахилка у нас присутствует, мерцание присутствует, лечение присутствует, 7 баночек, 2 бардюка, хорошо, ну и, собственно, 2 дротика, отлично. Берем квест у кузнеца, кристалл гигант наш, кристалл гигант ужасен, скажем честно, ну давайте попробуем, он нас пустит только один раз, то есть если вы не готовы, я вам сочувствую, потому что выйти отсюда вы сможете, но второй раз зайти уже нет. поэтому стоит быть более внимательным в этом вопросе. вот гнида, нам не повезло, причем очень сильно, мы сходу напали на этого, на мага, давайте поищем дальше, вокруг кристалла, собственно, наш зелененький, нужно почистить будет кристаллы, в обязательном порядке, собственно, стража лучше лишний раз не будить, просто потому что он вам ничего хорошего не даст. против магов мы деремся только в мили, потому что они вам очень много нанесут раньше урона, причем магического. нам выдали рацион пищи, отлично, по крайней мере с голоду не сдохнем. блин, ну давай уже, копай. куда ты, ой, персонаж любит кругами бегать. ну мы, собственно, вон там еще верхнюю часть не следовали, давайте пробежимся вверх. вокруг кристалла нужно обязательно почистить, гребаный маг нарисовался, светлячковый, давайте его подождем. видим мага, причем, обратите внимание, эта гнида еще и фазирует, то есть она над кристаллами летает, смешно. это очень плохо, потому что мы не сможем его убить, потому что это одна из тех гнид, которые бессмертные. вы максимум, что сможете сделать, это временно его отключить, подчеркиваю слово, временно. на постоянке вы его не сможете убить, потому что он, самое обидное то, что он нас, этот гребаный светлячок даже сквозь стены умудряется стрелять. кристалл пучок его зовут. ну а там разницы особо нету, как их зовут, а не факт в том, что они магическим уроном на расстоянии бьют, а в мели они бьют физуи, поэтому вам очень важно бить их именно в мели. кристалл ходит. чтобы убить кристалла, точнее не кристалла, а вот этих стражей, их вообще в идеале усыплять, но для того, чтобы их усыпить, вам конечно же нужно камни усыпления, либо свиток прочитать на них. круговую создадим ландшафт для того, чтобы мы могли мимо пройти. нам подсказывают, что у нас 9 зарядов, но они в нас еще сейчас сбросятся. наша задача конечно в идеале не разбудить стража, но конечно же этого не получится сделать, поэтому давайте посмотрим повнимательнее, есть ли смысл его будить. как вы видите, смысла особого нет, поэтому давайте не будем этим, скажем так, злоупотреблять, просто убежим от него. видим одного спящего, второй бодрствующий, и нам бы в идеале вверх. блин, а эта гнида как раз вверху и находится. наш кристалл, который нам необходим. опять вы видите мага. хорошо хоть он сквозь кристалл и не стреляет, а то это было просто смешно. надо ждать, чтобы нас не зажал этот бессмертное чудо под именем голем, блин. нормально он заблокировал весь урон. жалко его нельзя полностью убить, не знаю, после третьего или четвертого раза его смерти. было бы на самом деле очень-очень удобно. как вы видите, у нас не хватает одного кристалла, где его искать непонятно. блин, сейчас мы за этим одним кристаллом будем очень долго бегать. ну а что делать, будем искать его. где же этот грёбаный кристалл последний? в большинстве случаев разработчик, конечно, предоставляет больше кристаллов, но нам просто капец как не везет. поэтому если вы заходите именно сюда, в большинстве случаев вы просто ловите, а я думал они гигантские статуи, что-то я не пойму. а, там кристалл страж. нету, как видите. давайте прибежим сюда. непонятно где искать. последний кристалл у нас, как видите 39, а нам нужно 40. где последний кристалл искать непонятно. давайте его искать. наш персонаж уже проголодался, нам ещё чуть-чуть осталось. а, это гнига стражная. здесь нету. ещё один страж проснулся. да что ты будешь делать? в общем и целом очень много стражей проснулась. опять же последний кристалл. ну вот где мне его искать? ну. ещё управление оставляет желать лучшего, не всегда персонаж. а ещё и маг нарисовался. а со спины эти два бессмертных гигант... человека нехороших идут. а вот, собственно, последние кристаллы. ой, блин. как вы видите, разработчик предоставляет больше золота руды, тем самым вы в львов еще больше 40 наберете. ну, конечно, по еде тут всё туго. откровенно. ну, собственно, чистим вокруг кристалла место. гнида магическая. начинаем атаковать кристаллы. блин, как же нам не везет, а? давайте вытащим этих клоунов. ну, нам нет смысла с толпой драться, поэтому давайте их просто утащим за собой. благо у кристалла нет рейндж атаки, то есть он нас в темноте не видит, что не может не видеть. а вот после того он нас прекрасно видит. одного утащили, давайте второго утащим. главное, чтобы это зеленое чудо за нами пошло. видите, оно нас потеряет постоянно из виду. то есть они нам заблокировали еще проход. сам простой способ убить этих бессмертных, просто уцепить их, либо телепортировать от вас. но опять же вам может не повезти. как вы видите, кристалл у нас бестелесный. то есть мы сквозь кристалл как вы видите, сквозь кристалл лучше спокойно стреляет. причем ему как бы вообще плевать то, что мы тут стоим. блин, нас подбили. давайте попытаемся поспать. мы смогли поспать. очень много вокруг кристалла кристаллов. только маленьких. нам важно их. опять гнида нарисовалась. убили мы эту гниду. маленькую. мы видим урон бум полученную. собственно мы закончили квест. мы убили кристалла. у нас есть 40 единиц. руды. мы можем убегать отсюда. все. собственно мы победили босса. жалко там что-то типа босс поверженный написали. или босс дефит и так далее. ну вот как-то так получилось. мы победили босса. здесь мы скорее всего будем брать золото у него. но опять же это будет дальше видно. поэтому всем большое спасибо за просмотр. с вами был андрей. всем пока. 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 пока.